Олег, с победой какие эмоции первые? Я считаю, на мой взгляд, это одна из сильнейших организаций в России, в принципе, и СНГ. Топ-дог. И я просто, ну, я рад, что со мной есть мои такие близкие друзья. Ну, просто рад, что я иду к своей цели и добиваюсь чего-то в этой жизни. Какие-то трудности в бою случились, просто казалось, что твою защиту вообще нереально пробить как-то. Даже синяков, сечек нет. Да вы знаете, для меня это обыденно, для меня это кайфово, я не знаю, ну, как бы. Ну, подрались, ушли, все, пожали руки, разбежали. Ну, для меня это нормально, это обычно, короче, я не знаю, как это объяснить. Балдеет это, что ли, кайфово, ну, как-то так. А у тебя чувство недосказанности не осталось из-за остановки врачом? Да не, ну как, в первую очередь мы все люди, и все мы спортсмены, да. Мы сюда выходим не ради того, чтобы кому-то там чего-то навредить, да, а просто кто-то выявит, кто из нас сильнее, кто из нас, ну, там, опытнее в чем-то, да. А я никому не желаю зла, вреда, если я любого своего соперника уважаю. Если врач посчитал так нужно, значит, ну, это здоровье, это самое главное. Потому что не будет у нас здоровья, не будет у нас ничего, в принципе. Поэтому, ну, это уже врач так решает. Ну, реванш при этом ты бы хотел? Да давайте, конечно, без разницы. Правда. Когда с тобой большое интервью для «Спорта 24» записывали, ты про отца много рассказывал. Есть сейчас мысли, как вот будешь общаться, что скажешь? Я, ну, я говорю, у меня аж, когда мне Даня руку подмал, у меня аж слезы, честно говоря, пошли. Я понимаю, что он сейчас находится в коммунировке в Мурманске. И он смотрит на мой бой, он не спит. Ему хоть в 5 утра вставать на работу, он не спит. Он переживает за меня. И он верит в меня. И я надеюсь, я оправдал его ожидания. Я, ну, правда, я стараюсь для, ну, и близко для моей семьи. Ты говорил, что у тебя перстень не налез на пальцы, потому что пальцы опухли. Все ли в порядке с рукой, а нет ли там перелома? Да я не знаю. Посмотрим сейчас. Вроде нормально. Ну, подопухли руки, но это же обыденность. Ну, так, ну, завтра посмотрим. Ну, нормально сейчас. Так получилось, что там, по-моему, сегодня на 20-е уже у него это рассечение открылось, и у Марселя. Ты сразу почувствовал, что вот, ну, что называется кровь, почувствовал, и вперед пошел. Я не надеялся, что остановит бой, как бы, я продолжал работать в той же манере. Я знал, что у нас 5-равновый бой, и я настраивался на него. Это стечение обстоятельств, я попал, еще раз попал. Ну, и вот, получилось так, как получилось. Слава Богу. Когда доктор его смотрел, в здание у Рыгбейс подходил, что он говорил? Ой, честно говоря, я не это. Я слушал больше секундантов в этот момент. Вот Марсель тебе подходил сразу после остановки, там какая-то у вас такая, как будто эмоциональная беседа произошла, о чем поговорили? Не-не-не, это не в мою сторону было сказано, это с моим менеджером что-то там, ну, на шуточной форме, все нормально двигалось. Мы пожали руки, сказали другу спасибо и разошли, ничего больше. Я сегодня днем был на пресс-конференции Хардкора, тебя там тоже видел, а ты там что делал? А я, короче, хотел прогуляться, ну, перед боем хотел прогуляться, потом поспать, покушать, и менеджер, а я у менеджера живу, я говорю, Макс, я говорю, пойду, поехали, и сам мы доедем. Я говорю, ну, поехали, что, ну, вот я там оказался, короче, ну, и все, ну, мы там недолго побыли, честно говоря, да, буквально там, может, полчаса, минут сорок, и отвалили оттуда, короче, отдыхать. Ты говорил про бой по боксу, следующий твой бой, это кулачка или бокс? Да, я не знаю, как скажет менеджер. Честно, мне не принципиально, я спортсмен, я живу в зале, тренируюсь, да, я готов к любым противостояниям, ну, и, наверное, без разницы, с кем я готов, правда, я готов? А есть какие-то имена вот по боксу именно, с кем бы хотел там, может быть, реванш со Сбаровым с тем же? Ну, конечно, я уже, мне кажется, ни один, ни два раза об этом говорил, и что я, да, готов, конечно, готов, да хоть, ну, без разницы, правда, на самом деле, без всякой вот, без, там, я себя не возвышаю ни в коем случае, я тренируюсь для этого, чтобы драться с лучшими, я хочу драться с теми, с кем мне позволят драться, и не без разницы, кто это будет на самом деле. Мы, кстати, записывали интервью с Марселем Хановым, он сказал, что он бы хотел попробовать свои силы в правде. Вот если бы предложили бой, реванш по правилам бокса с перчатками, все дела, вот, было бы это интересно? Да, безусловно, на любой площадке, в принципе, ну, не без разницы, что кулаки, что перчатки. Я живу, я живу, грубо говоря, я живу в зале, у меня 12 игрок в неделю, ну, я не вижу для себя другого образа жизни, я готов, правда, я готов, на самом деле. Ну, давайте, предлагайте, я жду. Олег, зрителю показалось мало вашего боя, а как для вас? Хотели бы вы продолжение? Зритель расстроился? Ну, я, конечно, прошу прощения, я не специально, вот, как бы, да, но это спорт, это тяжелый вес, тут может все, что угодно произойти, и поэтому мы не застрахованы тут ни от чего, так же он мог бы мне попасть правильно, то ли подронить мог бы меня, то ли посечь так же, и поэтому, ну, получилось так, как получилось, значит, ну, от судьбы не уйдешь, вот и все. Вообще, сейчас получается, ну, поскольку ты теперь чемпион топ-дога, твой бой с Асбаровым вообще кажется прям супер логичным, ну, нет желания прям как-то вот настоять именно на этом варианте? Я не знаю, Саслан знает об этом, что я хочу реванш, как бы, и мой менеджер об этом, я не раз говорил, Саслан прекрасно это познает и понимает, ну, как придет время, я готов, ну, ну, я не знаю, как еще это сказать, я готов, правда, ну, давайте нам боем его играть. Видел у тебя в Устакраме не так давно фотку с артистом Александром Ильином, а можешь сказать, как пересеклись? Да, могу сказать. У меня есть друг, Андрей Шморган, он, кстати, тут находится, это солист группы План Ломоносова, а эта группа, главным вокалистом является Александр Ильин, и, получается, я уже два раза был у них на концерте, я дружу с ними, и они болеют за меня, реально болеют, я приятно удивлен, и вот так потихоньку набираем обороты, знаете, в правильном направлении двигаемся, и, безусловно, постараемся подавать правильные примеры молодежи, и чтобы ребята из простых, так сказать, райончиков, как я, понимали, что все в своих руках, в твоих руках, и что только благодаря своим силам ты можешь чего-то добиться в этой жизни. Ну, и вот, и потихонечку тоже набираем обороты, подаем правильный пример.